Всем привет, с вами Дмитрий Гриценко и в сегодняшнем видео снова хочу показать ловушки в дебюте, в данном случае это будет дебют Пансани. Я до сих пор еще не разбирал данное начало, но давайте разберем, что же здесь может происходить и вообще в принципе что же это такое. Итак, дебют Пансани был придуман еще в 18 веке шахматистом по фамилии Пансани, как это странно бы не звучало. Вот, ну и начинается после ходов Е4, Е5, Конь Ф3, Конь С6 и вот здесь вместо, допустим, Сон Б5, С4, Д4, то есть главных ходов, белые играют С3. То есть идея ухода довольно очевидная, белые в будущем готовят ход Д4 и после ЕД хотят сыграть СД, то есть получить сильный центр. Однако у хода С3 есть и явная проблема, это то, что черные могут сыграть Конь Ф6, то есть контратаковать, скажем так, белых, напасть на пешку Е4. И вот здесь объективная оценка в теории такова, что у белых нет перевеса, но понятное дело, что проблем тоже каких-то по дебюту у них нет. Далее давайте рассмотрим на примере двух партий, как может развиваться игра в подобной позиции. Здесь основная теория, это конечно же Д4, далее Конь Е4 и Д5. То есть идея в том, что сейчас белые нападают на коня и при любом уходе они могут сыграть Конь Е5. Тут у черных, кстати говоря, есть два хороших хода, это Конь Б8 либо Конь Е7, как раз таки в первой партии черные сыграли Конь Б8, а второй, что интересно, именно Конь Е7. Но это игру про те партии, которые я подобрал для сегодняшнего видеоролика. Итак, начнем с хода Конь Б8. И в этой позиции покажу вначале вариант, который встречается чаще всего, а именно ход Слон Д3. То есть после Слон Д3, тут по сути тоже все довольно так форсировано, то есть черные уходят из-под боя. Далее следует Конь Е5, Конь Д3, Конь Д3, Д6, рокировка Слон Д7. То есть, в общем-то, и белые, и черные развиваются. Тут кажется, что у белых, в общем-то, позиция может быть даже хуже, потому что черные имеют преимущество двух слонов. Тем не менее, слон с поля С8 пока не активный, и кроме всего прочего, у белых есть еще ход Ф3, который не позволяет черным вывести слона на поле Ф5. То есть, в принципе, здесь позиция объективно примерно равная. То есть, в общем-то, ее можно играть за оба цвета, позиция очень даже неплохая. То есть, это вот главная теория, но однако, так как сыграли белые в партии, тоже вполне возможно. В партии же они сыграли Конь Е5. У хода Конь Е5 есть определенный минус, а именно такой, что после Ферзи Е7, а именно так, как было сыграно в партии после Ферзи Д4, и хода черных Д6, белые, по сути, обязаны играть Ферзи Е4. Здесь, по сути, единственные ходы были как за белых, так и за черных. Ну и в этой позиции, после простого хода черных Ферзи Е5, который, правда, не был сыгран, но тем не менее, он, конечно же, вполне возможен. И он будет просто лучшим данной позиции. Так вот, после этого хода меняются Ферзи, и, в принципе, получается переход в абсолютно равный HP, по большому счету. То есть, все-таки, понятно, что и позиция при Ферзях тоже она равная, но все-таки больше шансов на, скажем так, обострение позиции, на, возможно, какую-то атаку на короля, на, возможно, в принципе, какие-то такие вот более агрессивные действия. Здесь же позиция уж совсем такая сухая и спокойная, и выиграть будет за белых крайне все-таки трудно. То есть, именно и в этом есть небольшой минус подобного варианта, но, тем не менее, понятно, что позиция все равно у белых очень даже неплохая. Вот, но, а в партии черные не сыграли Ферзи Е5. Они, видимо, подумали, что все равно этого коня не съедят рано или поздно, потому что конь пока ходить не может из-за потери Ферзя. И последовал ходы в 5. Вот ходы в 5 это уже первая неточность, после которой у черных начинаются уже определенные проблемы. Очень важно то, что в этой позиции белые не обязаны сразу уходить Ферзем, а есть важный промежуток, а именно ход сломбый 5 шаг. Ну что ж, в этой позиции черные сыграли совсем слабо. Давайте вначале покажу, чем все дело кончилось, потому что партия продлилась целых 2 хода, но потом разберем более сильные варианты. Итак, черные сыграли король Д8, это один из самых слабых ходов данной позиции, то есть наряду с ходом, разве что Ферзь Д7. Ну и далее последовал ход слон Ж5. Вот этот ход явно зевнули черные, но ход очень сильный. То есть идея состоит в чем? Что в случае хода Ферзь Ж5 мы играем Конь Ф7, причем это не только выигрыш Ферзя, но еще и мат. Но в случае хода ФЕ, здесь не просто так, конечно же, белые оставили Ферзя под боя. Здесь следует, конечно же, не слонг Е7, а все тот же мат, а именно Конь Ф7. Такой вот забавный мат, тремя легкими фигурами. Ну что ж, такой красивый мат получили черные, но тем не менее давайте разберем все-таки, как же стоило им сыграть. То есть тут напрашивается что? Это либо ход С6, либо ход Конь Д7, ну, либо ход также слон Д7. То есть на самом деле в этой позиции слон Д7 или Конь Д7 нужно сыграть. Ну, вначале я покажу ход С6, а потом слон Д7, самый сильный ход. Итак, после хода С6 белые могут сыграть ДС, ну и после БЦ выясняется, что они просто выигрывают материал. То есть вариант довольно простой, это слон С6, Конь С6, Ферзь С6, Король Д8. И, кстати говоря, в этой позиции, кроме хода Ферзя 8, еще есть и более сильный ход, это снова слон Ж5. То есть опять-таки идея такая же точно, что после Ферзь Ж5 мы играем Конь Ф7. То есть, да, это, конечно, не мат, но после Король Е7 и Конь Ж5 у белых просто лишний Ферзи, позиция абсолютно выигранная. То есть к чему это все показывает, что вот ведь на слон Б5 С6 ходить тоже не стоит, ну а нужно сыграть слон Д7. Однако после хода слона Д7 все равно белые выигрывают материал, однако это всего лишь пешка. Белые играют Ферзи Ф5, ну и здесь, в общем-то, у Черных выбор. Самый сильный ход это Ферзи Е5, ну тогда после размены Ферзей и, допустим, хода слона Д3, как раз-таки у белых лишняя пешка и, в принципе, довольно такая комфортная игра. Понятно, что здесь белые претендуют на победу. Вот, ну а если сыграть не Ферзи Е5, а слон Б5, тогда у Черных еще большая проблема, потому что следует ход Ферзь С8, ну и после единственного хода Ферзь Д8 мы просто меняем Ферзей, далее играем Конь Ф7, то есть это вилка, в будущем съедаем ладью на поле Х8, то есть у Черных сейчас просто не хватает ладьи, ну еще и пешки, хотя это, в принципе, не так уж и важно. Ну и даже если здесь коня на Х8 у них могут съесть, все равно, конечно же, у белых будет большой материальный перевес, и тоже позиция выигранная. Так что именно поэтому, что хочу сказать, что вот так часто бывает, что одна ошибка приводит к проблемам, то есть уже вот здесь коды Ф5, это ошибка, пускай и небольшая, ну и вот опять-таки то, что мы часто наблюдаем, это действительно встречается постоянно, что после одной ошибки следует подряд и вторая, и третья, и партия заканчивается очень быстро. То есть здесь после слон Б5, в принципе, можно сыграть слон Д7 и получить еще более-менее нормальную позицию. Ну а король Д8 как раз-таки проигрывает сразу, потому что белый гайд слон Ж5, здесь либо черный теряет массу материала, либо же, как и было в партии, босс ЛФЕ получает такой симпатичный мат конем. Ну что ж, давайте тогда посмотрим вторую партию, где тоже белые победили довольно быстро. Итак, в следующей партии начало было такое же, как и в предыдущей, то есть Е4, Е5, конь Ф3, конь С6, С3, конь Ф6, Д4, конь Е4, Д5, и вот здесь уже произошла развилка, вместо хода конь Б8 черные сыграли конь Е7, то есть оба хода хорошие и сильные за черных, но вот здесь конь Е7 это вполне возможное решение. Ну что ж, далее последовало конь Е5, конь Ж6, ну и в этой позиции главная теория, и объективно самый сильный ход за белых, это просто размен на поле Ж6, а далее слон Д3, ну и в принципе позиция опять-таки возникает примерно равная, то есть понятно, что здесь ни у белых, ни у черных перевеса нет, и в общем-то пока здесь у тех, у тех полный порядок. Вот, ну а белые забрали более хитрый ход, они, в общем-то, заманили черных на тактику, которая, в общем-то, и состоялась в партии, которая оказалась для черных неудачной. Белые сыграли слон Д3, ход объективно послабее, чем конь Ж6, однако тоже вполне возможный. Здесь, конечно же, черным стоило сыграть просто конь Е5, это, в общем-то, самый простой ход, и как часто бывает, это самый лучший вариант. Ну и далее после слон Е4, примерный вариант такой, это слон С5, допустим, слон Ф4, Д6, рокировка белых, рокировка черных, здесь понятно, что у черных нет никаких проблем, у них отличная позиция, то есть, да, у белых тоже проблем-то, конечно же, нет, но тем не менее, перевеса тоже у белых нет и близко. Вот, то есть так и стоило сыграть, но черные решили, что белые вообще ошиблись серьезно, и после хода слон Д3 у черных есть встречная, довольно красивая тактика, а именно ход конь Е2. Так как раз-таки черные и сыграли, ну и давайте покажу вначале, на что был расчет. Конечно же, черные считали, что белые обязаны играть король Ф2, то есть все-таки конь Е2 это вилка, нападение на ферзя и на ладью, ну и в ряде вариантов там еще и слон будет подвисать, но прежде всего, конечно, висит именно ферзь и ладья. Ну и после кроли Ф2, если так, белые играют, черные, конечно, сыграют слон С5 и на уход кроля конь Е5. В принципе, ход конь Е5 тоже возможен еще и сразу, но сильнее вначале поставить шах, чтобы развить своего слона. Ну и здесь у черных и лишняя пешка, и плюс ко всему атака на неракированного черного кроля, и перевес довольно большой. То есть, конечно же, сюда стремились черные, но понятное дело, что шахматы не шашки, я это повторяю много раз, но это действительно довольно важно, потому что мы не обязаны бить, по крайней мере, не обязаны бить самую сильную фигуру, либо та фигура, которая, ту фигуру, вернее, которая создает нам максимальные проблемы. И вот здесь белые тоже съели коня, однако другого. Они сыграли слон Ж6. Это жертва ферзя, но однако та жертва, которая приносит белым победу. То есть такой вот красивый и сильный ход. Ход, кстати говоря, единственный, все остальные ходы для белых были плохими, но вот ход слон Ж6 дает белым перевес. Здесь в партии последовал ход конь Д1, давайте также рассмотрим и другие ходы за черных. Ну, два самых логичных хода, это ферзи Ф6, либо же просто ход ХЖ. В случае хода ферзи Ф6, давайте начнем с него, мы играем ферзи Е2. То есть, уводим ферзя из-под боя и создаем массу угроз, то есть, угрожает и слон Ф7, и конь С6. Ну, и в ряде вариантов, даже мы хотим съесть коня на поле Ф2. Но если черные играют конь Х1, тогда как раз таки мы играем слон Ф7. Ну, здесь после хода король Е7, в общем-то, у белых есть разные ходы. Ну, одно из самых простых, это сыграть конь Ж4, то есть, ход, возможно, не самый сильный по объективной оценке, тем не менее, он выигрывает 100%, потому что мы забираем ферзя, ну и далее понятно, что белые побеждают. Вот, но на самом деле, здесь уже у черных все плохо, то есть, если сыграть не король Е7, а, допустим, король Д8, тогда их позиция еще хуже, то есть, нужно тогда белым просто пойти к конь С6 и после, допустим, БЦ или БДЦ поставить мат на поле Е8. Ну, что ж, такие вот, в принципе, несложные варианты, то есть, важно только было после хода ферзи Ф6 сыграть как раз таки ферзи Е2, ну и здесь уже белые добиваются огромного материального перевеса, либо ставят мат. Также, как раз таки, из-за черных возможен был и простой ход АЖ, в принципе, АЖ это, объективно, самый сильный ход, но здесь все равно у черных позиция проигранная, то есть, белые играют ферзи Е2, ну и здесь важно, что понимать, что если черные играют после основы Е7 защищаясь от скрытого шаха, мы играем ферзи Ф2 и получаем просто лишнюю фигуру и выигранную позицию. Вот, ну а если же все-таки черные идут на такие вот острые варианты и играют конь Х1, то тогда мы забираем ферзя после скрытого шаха, а конь на С6, ну и далее, допустим, слон Е7, а конь Д8, король Д8. Кстати говоря, возникает позиция не такая уж элементарная для выигрыша, все-таки здесь у черных сейчас слон, пешка и ладья за ферзя, то есть, по материалу пока полное равенство, однако конь с Х1, видимо, здесь не выходит, то есть, у белых есть там какие-то ходы, типа слон на Ф4, то есть, мы лишаем черных еще и хода ладья Х2 и, в принципе, если мы сейчас сможем съесть коня на поле Х1, а это белым должно все-таки получиться сделать, то есть, белые должны там коня съесть, то тогда все-таки у белых будет позиция тоже выигранная, хотя это тоже был определенный шанс за черных, и все-таки АЖ им стоило сыграть. Ну а черные же пошли на самые принципиальные варианты, и после хода слон Ж6 со стороны белых, они решили не играть АЖ, а забрать ферзя. Ну что ж, конь Д1, но здесь очень важно то, что белые ферзя отыгрывают, причем отыгрывают довольно легко, после этого было слон Ф7, далее король Д7, слон Ж5, король Д6, далее конь С4, то есть, тоже важный ход, мы вводим коня из-под боя еще и с шахом, то есть, слон Д8 тоже неплохо, но конь С4 еще сильнее. Ну и далее после хода конь С5 в этой позиции тоже белые сделали очень сильный ход, который, в общем-то, далеко не такой очевидный, конечно, хочется сыграть просто слон Д8. На самом деле ход, конечно же, выигрывает, потому что после слон Д8, король С4 и король Д1, у белых просто остается лишний конь, и понятное дело, что они все равно побеждают. Но ход коня 3, вот давайте вернусь в партию, именно конь с поля Б1 на А3, еще сильнее, потому что он создает угрозу мата в один ход, как раз таки мата состоялся, после хода Ферзь Ж5, белые сыгали Б4, то есть у них на доске просто не хватает ферзя, однако они поставили мат, причем мат пешкой, такой довольно редкий мат, ну, скажем так, от этого еще и более красивый. Вот, ну а чтобы мата не было в данной позиции после хода коня 3, черным нужно играть, допустим, А5, ну а после хода А5 очевидно, что когда мы играем слон Д8, разница в том, что сейчас уже нету хода король С4 у черных, это, получается, говорит о том, что конь с поля Д1 все равно теряется, и у нас уже будет в будущем две лишние фигуры, то есть, допустим, черный сыграет как-нибудь типа конь Б2, мы заберем тоже конем на поле Б2, и все-таки две лишние фигуры всегда приятнее, чем одна, то есть именно поэтому здесь белые вот так вот быстро побеждают. Так что, поэтому, что хочу сказать, что дебют Панциани тоже вполне возможное решение, то есть при сильнейшей игре с черных там, конечно же, перевеса у белых нет, тем не менее возникает, в общем-то, позиция тоже вполне нормальная, игровая, на которую тоже вполне можно идти хотя бы время от времени за белых, и опять-таки большой плюс данного дебюта, что здесь, скажем так, не сильно много теорий, в отличие от, допустим, той же испанской, там итальянской партии, и шатанской партии от более частых и, наверное, более сильных ходов за белых, после 4 и 5 коней в 3 коней в 6. Ну и также очень важно, конечно, опять-таки не ошибаться вот так вот рано в дебюте, то есть не идти на такие вот рискованные варианты, особенно если вы не просчитываете все до конца, потому что вот можно проиграть партию уже буквально 13 ходов, получив, давайте даже покажу, какой мат еще раз, то есть мат вот такой вот пешкой, конечно же, получить, я думаю, что не очень приятно, хотя поставить его, с другой стороны, наоборот, очень-очень приятно. Ну что ж, надеюсь, вас заинтересовал дебют Панциани, и понравились те партии, которые подобрал для сегодняшнего видео, так что всем тогда спасибо за внимание, и до скорых встреч уже в новых видеороликах.